Дайджест недвижимости Подождать вводы недостроев от 1 до 3 лет Объекты по адресам Горбуновой 31, Адженикидзе 2Б, Сурикова 31 в Кирове И дома на улицах Даровской и Комсомольской в Котельниче Обещают сдать в эксплуатацию в течение 2018-2020 годов На решение проблемы обманутых дольщиков планируется направлять по 108 миллионов рублей в год Предполагается, что этих денег хватит, чтобы завершить строительство Напомню, на сегодня в регионе числится порядка 200 пострадавших граждан по 8 проблемным объектам Дайджест недвижимости День открытых дверей для арендаторов и покупателей казенной недвижимости Проведет городской департамент муниципальной собственности Он состоится в следующую пятницу, 24 ноября Специалисты мэрии представят обновленные списки свободных помещений Их фотографии, а также расскажут о порядке передачи имущества по договорам аренды и купли-продажи Напомню, что в декабре этого года город намерен выручить от продажи муниципальных помещений Не менее 170 миллионов рублей На торги, которые состоятся 1, 8 и 15 декабря Выставят помещения на улицах Красина и Менделеева Некрасова, Воровского, Карла Липнихта, Октябрьском проспекте Производственной и некоторых других День открытых дверей начнется в 15 часов Заинтересованным покупателем и арендатором муниципального имущества Следует подходить в 299 кабинет администрации Кирова Это Воровского, 39 Дайджест недвижимости Объем выданной ипотеки в России приблизился к историческому рекорду В октябре этого года в стране одобрили порядка 115 тысяч кредитов На общую сумму от 210 до 230 миллиардов рублей Это на 70% больше показателей прошлого года И близко к абсолютному рекорду декабря 2014 Тогда в России было выдано ипотечных займов на 227 миллиардов рублей Как отмечает РБК, почти половина или 48% всех ипотечных кредитов выдается в 10 регионах страны В лидерах Москва, Московская область, Петербург, Тюменская область и Республика Татарстан Средний размер займа составляет 1 миллион 800 тысяч Ранее эксперты подсчитали, что за 9 месяцев этого года в России выдано ипотечных кредитов На сумму более триллиона 200 миллиардов рублей На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости